До сих пор многие люди, наводя порядок на придомовых территориях или на своих участках, сжигают прошлогоднюю пожухлую траву. Они верят в правильность и обоснованность своих действий, оставляя без внимания главное – палый большой риск для себя и окружающих. А потому актуальность данной проблемы высока, что подтверждают цифры статистики. За истекший период года в городе Бресте зарегистрировано 16 фактов загорания сухой растительности на общей площади около 1 гектара. В результате таких происшествий травмирован один гражданин 46-го года рождения, который при попытках самостоятельного оттушения горения сухой растительности получил ожоги и находится в учреждении здравоохранения, где проходит лечение. Работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводят рейдовые мероприятия по профилактике выжигания сухой растительности, а также по соблюдению правил пожарной безопасности при разжигании костров. И хотя горький опыт прошлых лет показывает, насколько непредсказуемыми, а порой трагичными могут быть последствия палов, люди осознанно идут на риск, подвергая опасности как жилые строения, так и человеческие жизни, бездумно уничтожают растительность. «Недавний случай, могу рассказать, ехал с товарищем, буквально здесь увидели, что вдалеке дым, еще до этого ветра, сегодня, вчера ветрено, мы поехали сразу, ну повезло, дождь пошел, и сразу дождь прибил, как бы, женщина уже, смотрю, ходила, уже тушила, то есть вот реально трава горела, и очень близко возле домов, то есть, как бы, ну а мы стараемся возле себя смотреть, как бы, у нас, как бы, ну, говорю, повезло, у нас не растет так сильно прям сухая вот именно трава, видите, кругом земля, как бы, а так, как бы, ну, такой вот случай был». Кроме того, стоит помнить, что выжигание травы относится и к административным нарушениям. «Брестский городской отдел по ощущениям ситуациям призывает граждан города не осуществлять незаконное выжигание сухой растительности и напоминает, что за данные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин». А чтобы не допустить таких ситуаций, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. «Самое главное – разжигать костер с соблюдением правил пожарной безопасности. Первое – это обязательно контролировать горение, присутствовать лично, смотреть, как горит костер, наблюдать. Далее при себе иметь средства тушения, воду, огнетушитель, лопатку, чтобы песком засыпать. Сжигать мусор можно только в сухую, безветренную погоду. Ну и обязательно с соблюдением пожарных разрывов, то есть с соблюдением безопасного расстояния от горючих материалов и конструкций». Соблюдая эти правила, можно сохранить и свое, и чужое имущество. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.